Красота вашей жизни в том, что в этот момент вы можете быть такими, какими хотите быть. Именно от этой свободы сейчас и страдает человечество. Если вы страдаете от ограничений — это ничего, но в действительности вы страдаете от своей свободы. Если бы ваша жизнь была также предопределена, как жизнь любого другого создания, вы бы не испытывали никакого стресса, вы бы шли по жизни без усилий. Но ваша проблема в том, что вам предоставлена свобода быть такими, какими вы хотите в этот момент. Вот от чего вы страдаете. Если вы страдаете от ограничений — это ничего, но если вы страдаете от свободы — это трагедия, не так ли? Ваша жизнь становится трагедией не из-за того, что произошло то или иное событие. Ваша жизнь становится трагедией из-за того, что всё происходит, а вы это упускаете. Да? Этого не произошло, того не произошло — это не трагедия. Утром взошло солнце, но вы не можете этого ощутить. Вы дышите, но не можете ощутить этого. Вы живы, но не можете насладиться этим. Вот трагедия, не так ли? Да или нет? Нет. Дело не в том, что случилось или не случилось. Самый важный аспект вашей жизни — что сейчас вы живы. Это так? Всё остальное вторично и случайно. Это так? Да? Но вы не осознаёте того, что вы живы. Вы заняты своей психологической чепухой. Ваши мысли и эмоции стали… Ваша психологическая реальность стала гораздо важнее экзистенциальной реальности. Это означает, что вы настолько очарованы своим ничтожным творением, что полностью упускаете величие творения Творца. Но зато вы пойдёте в храм и будете разбивать кокосы. Чего вы только не делайте, но если бы вы действительно ценили творение, лучшее, что вы могли бы сделать — это уделить ему внимание и ощутить его, не так ли, да или нет? Что является величайшей благодарностью? Предположим, кто-то приготовил прекрасную еду и поставил её перед вами. Что будет величайшей благодарностью? Что лучше, если вы напишите об этом поэму или с удовольствием поедите? Кто-то создал произведение искусства. Что будет большей благодарностью? Если вы его проигнорировали, но вручили за него награду или искренне оценили работу и получили от неё удовольствие. Если вы действительно цените Творца и творение, лучшее, что вы можете сделать — это жить в блаженстве. Это лучшее признание для Творца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok